дистанция это что такое это есть два вида дистанции есть интимная близость или отдаленность и есть духовная близость и отдаленность ну то есть в семье если человек не предает тебя ведет себя с тобой нормально всегда нужно сохранять очень близкие интимные отношения с точки зрения отношений любви человека к человеку не нужно отдаляться если нет предательства если есть предательство всегда надо отдаляться ну например грубо человек с тобой ведет себя это небольшое предательство чуть-чуть дистанция если он тебе изменил большое предательство больше дистанции если он побил или оскорбил серьезно или ранил твое сердце предал большая дистанция но не бросать воспитывать дистанции всегда над и именно в интимных отношениях дистанции имеется ввиду что касается духовной близости то мы здесь ничего не можем придумать духовная близость означает только доброта к человеку вот если вы развиты духовно то ваш близкий человек тоже будет развиваться если вы добры к нему добры означает приняли его не считаете вы плохим человек если человек не раз это вообще не является плохим человеком у каждого есть своя стадии развития и причем интересно знать что у нас есть определенные последовательность развития и допустим у меня сейчас рывок да это не значит что я вот все как бы он всегда сзади вот придет время и у мужа может быть рывок он уйдет вперед меня намного тогда кто более развит опять согласно этой шкале что он теперь более развит я у я унижен в отношениях да поэтому этой шкалы просто нет сегодня ты развиваешься быстрее завтра близкий человек твой развивается поэтому если у тебя есть близкий человек знает что просто он находится на определенной стадии развития если пьяный лежит в луже это его стадии развития он неплохой он нормальный просто придет время он разовьется лучше вот так надо мыслить итак есть духовная дистанция я не могу с каждым человеком откровенно обсуждать бога это очень глупо будет и неправильно вот допустим вы пришли с лекции начали откровенно говорить о лекции с близкими людьми вы разрушили свою веру так нельзя делать близкая дистанция в духовных вопросах это доброта к людям ну то есть доброта дает возможность вам понять сколько вы можете сказать с лекции человеку чтобы он не напрягся не разрушил с вами отношения только доброта определить сколько вот как мне определить сколько вам сказать на этой лекции чтобы вы не напряглись чтобы не разрушилась ваша направленность к духовной жизни только доброта поможет мне это вопрос решить доброта является индикатором для того чтобы понять как беседовать человеком и доброта как раз и означает близость не надо думать что я духовно не могу быть близко к не с неразвитым человеком не надо делать такой вывод после моей лекции доброта дает возможность быть близко кому угодно святой человек может быть близок к самому последнему негодяю если он добры по отношению но он при этом не может ему сказать все он ему говорит столько сколько тот переварили воистину когда человек запихал другого человека столько пищи сколько он не может переварить он отравил этого человека это может стоить даже жизни нужно дать кушать столько сколько человек переварит также духовной пищи разницы никакой нет